Все здесь, в этой самсаре, о лучшей изракху, достигается человеком его собственными усилиями, правильно приложенными. Как восходящая луна наполняет сердце приятной прохладой, так только собственными усилиями достигается желательный результат, никак иначе. Результаты собственных усилий ощущаются лично каждым, и никто не видел то, что называют судьбой. Это выдумка глупцов и лентяев. Собственные усилия – это те умственные и физические действия, которые делаются в соответствии с инструкциями мудрого человека. Тогда они приносят результат. В противном случае это бессмысленное напряжение. Несомненно, желающий всем сердцем достигнуть своей цели, достигнет этого, приложив достаточные усилия, если не остановится на полдороги. Только благодаря своим личным усилиям, Индра достиг своего состояния и стал царем всех трех миров. Только усилиями достигается положение лотосорожденного Брахмы и блистающее сознание неподвижного Брахмана. Даже Вишну, под знаменем Гаруды, достиг своего положения лучшего среди существ, своими усилиями, стремясь к собственной высочайшей цели. И Шива, украшенный драгоценным полумесяцем в обществе своей игривой спутницы, достиг своего высокого положения только благодаря собственным усилиям. Знай, что усилия могут быть двух видов – прошлых рождений и этого рождения. Усилия в настоящем могут победить результат прошлых действий. Приложенные усилия, непоколебимая решительность вместе с мудростью и силой, способны разрушить гору меру. Что уж говорить о результатах прошлых усилий. Человеческая способность прилагать высочайшие усилия под руководством Писаний имеет силу приносить желаемые результаты. Но без такого руководства усилия бесполезны. Один человек обнаруживает себя в старости в жалком состоянии и не может поднести ко рту воду в сложенных ладонях, расплескивая ее по пути в дрожащих руках. Другой же, получив достойный результат своих усилий, владеет землями, горами, морями и городами, и сама земля не слишком уж велика для него. Васиштха сказал, То, что делается в соответствии с Писаниями, с самого начала находится на пути к успеху. Такой искатель наполняет светом все свои действия. То, что желается и достигается методами, не соответствующими Писаниям, приводит только к заблуждениям и никогда к истинному успеху. Каковы здесь усилия, таковы и результаты. А то, что называется судьбой, это просто другое название для своих собственных усилий. Усилия могут быть двух видов, соответствующие и несоответствующие Писаниям. Несоответствующие Писаниям бесполезны, соответствующие приносят прекраснейший результат. Как два дрочливых барана, прошлые усилия и усилия в настоящем находятся в постоянном конфликте и менее сильные проигрывают. Поэтому человек должен стремиться к тому, чтобы усилия в настоящем, направленные к истине, победили. Как два дрочливых барана, собственные усилия и внешние факторы находятся в противостоянии и побеждает сильнейший из них. Когда верные усилия в соответствии с Писаниями не приносят результат, знай, что причиной этому собственные огромные усилия в прошлом. Тогда надо, стиснув зубы, прилагать усилия победить зло добром и прошлые усилия, усилиями в настоящем. Ты можешь считать, что прошлые действия сильнее тебя, но в действительности они не имеют большей силы. Верные усилия в настоящем успокаивают нечистые тенденции прошлых действий. Заблуждения прошлого излечиваются хорошими делами настоящего. Вчерашние ошибки исправляются с сегодняшними правильными делами. Оставив волнение о несуществующей судьбе, с помощью ума стремясь к пониманию собственной сущности, человек освобождается от оков самсары. Ленивый человек подобен ослу, но направляющий свои усилия в соответствии с Писаниями, достигает успеха и в этом мире, и в мире ином. Спасись из ловушки самсары собственными усилиями, подобно пойманному льву, ломающему свою клетку. Необходимо постоянно размышлять о недолговечности тела, отказаться от низких животных стремлений и делать то, что действительно достойно человека. Не трать напрасно усилия молодости на чувственные услады прекрасных женщин, еду и питье в уюте своего дома, подобно червю, копошащемуся в крови и гной раны. Чистыми усилиями достигается чистый результат, а нечистые усилия приводят только к нечистому. Нет того, что называют судьбой. Отбрасывающий очевидное и полагающийся на фантазии, подобен человеку, который видит змей вместо своих собственных рук и в испуге бежит прочь. Удача отворачивается от того, кто, разводя руками, беспомощно говорит в свое оправдание, что такова моя судьба. Поэтому, собственными усилиями, сначала займись развлечением приходящего от истинного и потом обратись к писаниям для обретения высочайшей цели сама сознания. Позор тем глупцам, которые не стремятся к этому. Усилия необходимы только для достижения цели. Они не бесконечны. Бесконечные усилия бесполезны. Из простого камня никакими усилиями не добудешь драгоценности. Человеческие усилия и цели имеют свои границы, подобно тому, как ограниченный глиняный горшок или нарисованная картина. Верные писания, хорошее общество и достойное поведение скоро приносят замечательные результаты. Такова их природа. Природа человеческих усилий, в соответствии с которой человек должен действовать, такова, что никак и никогда не бывает усилий без соответствующего им результата. Некоторые величайшие из людей только своими собственными усилиями смогли подняться из состояния несчастья, бедности и страданий до высот, достойных самого Индры. Человек достигает своих целей собственными усилиями, целеустремленной, верной и постоянной практики с помощью писаний, мудрой компании и добродетелей. Это все видят собственными глазами, ощущают на опыте, об этом слышат и согласно этому действуют. И только глупцы говорят, когда им не везет, что это судьба. Если бы не было на земле источника зла под названием лень, остался бы кто безграмотным и бедным. Из-за лени люди на земле ведут жизнь скотов и нищих. Когда детство с его постоянными играми и развлечениями прошло, в юности и далее, человек должен стремиться к обществу мудрых и прилагать усилия для понимания слов писаний, а также собственных ошибок и добродетелей. Вальмики сказал. Когда мудрый сказал эти слова, день закончился, и в соответствии с обычаями, с поклонами, собрание разошлось до конца дня для вечерних молитв и омовений. Васиштха продолжил. Судьба – это не что иное, как результат прошлых усилий. Отбросив эго, с помощью общества мудрых и истинных писаний преодолей это ограниченное существование. Непосредственный результат полностью соответствует приложенным усилиям. Таков смысл усилий, и это еще называют судьбой. Когда случается несчастье, люди восклицают «Увы, какая трагедия!» или «Увы, такова моя судьба!» И то, и другое, значит, по сути, одно и то же. Судьба – это не что иное, как собственная прошлая карма, и ее можно победить. Вчерашние плохие действия исправляются действиями в настоящем, и таким образом прошлые действия очищаются. Желающий достичь цели, не отбросив усилием жадности заблуждения, несчастный глупец, слепо верящий в удачу и судьбу. Если собственные усилия не приводят к успеху, это значит, что усилия того, кто помешал достижению цели, были сильнее. Если из двух плодов на одной ветке один безвкусен и изъеден червями, это значит, что усилия червей, познавших вкус плода, были больше усилий самого плода. Когда даже казавшееся успешным предприятие приводит к неудаче, это значит, что усилия разрушения оказались большими. Как два бодливых барана, усилия создания и разрушения находятся в противостоянии и побеждает сильнейший из них. Когда в соответствии с древней традицией слон выбирает бродягу на пост правителя страны, это не случайность, а результат общих усилий министров, жителей города и самого слона в прошлых жизнях. Так же как усилия необходимы, чтобы разжевать пищу, аналогично своими собственными усилиями, герой побеждает своих врагов. Сильнейшие используют усилия более слабых в соответствии со своими желаниями, глотая их как куски пищи. Усилия сильных и мудрых, видимые или незаметные, слабыми и глупыми, понимаются как судьба. То, что сильнее всех сильных, это самый верховный правитель, а не судьба. Мудрые согласны между собой по этому поводу. Спонтанное, естественное намерение писаний, министров, слона и жителей города избрало бродягу на пост царя, защитника и предводителя людей. Но изначальной причиной того, что слон избрал бродягу царем, были только его собственные усилия в прошлых жизнях. Действия в настоящем побеждают усилия прошлого. Или же прошлое может разрушить настоящее, если оно сильно. Но всегда усилия целеустремленного человека могут победить даже могучую прошлую карму. Из них, воистину, усилия в настоящем сильнее. Они легко побеждают судьбу. Иногда случается, что град побивает весь урожай крестьянина. Сила града была больше усилий крестьянина. Но и в этом случае не стоит расстраиваться о неизбежном. Мои силы оказались недостаточными. К чему теперь печалиться? Если бы печаль в этом случае была оправдана, я должен был бы рыдать целыми днями о неизбежности смерти. Несомненно, для успешного достижения цели важны и правильные места, время, действия и объекты. Словом, весь этот мир. Собственными усилиями, с истинными писаниями и обществом мудрецов достигни чистейшей мудрости и освободись из сетей самсары. Прошлое и настоящее – два плодоносных дерева людских усилий, растущие вместе в лесу сердца человека, и более сильное – приносит лучшие плоды. Тот, кто не уничтожает полностью свои прошлые действия чистым желанием, тот невежественный и бессильный червяк, невластный над своими наслаждениями и несчастьями. Тот, кто считает, что Бог посылает его в рай или в ад, поистину является животным в человеческом облике. Тот человек прекрасен и удивителен, который следует истинному пути. Такой освобождается от заблуждений этого мира, подобно льву, вырывающемуся из клетки на свободу. Глупость и недостойная ошибка думать, что судьба или что-то, независимое от меня, заставляет меня делать то или это. Таких глупцов следует сторониться и избегать их компании. Во множестве действий и практик, следуй писаниям и освободись от чувства привязанности и отвращения. Те, кто всегда следует писаниям и не приступает к границе морали, обретают бесчисленные сокровища, подобные жемчугам в океане. Мудрые говорят, что только собственными сосредоточенными и интенсивными усилиями достигаются цели, и только следование писаниям приводит к достижению их. Искателю следует стремиться к цели энергичными и добродетельными действиями, воодушевляемыми компанией мудрых и верными писаниями. Мудрые говорят, что высочайшей целью является безначальное и бесконечное блаженство спокойствия и достигают его те, кто следует словам мудрых и писаний. Воистину, судьба, спускающаяся к нам от богов и на благо обоих миров, есть не что иное, как наши собственные прошлые усилия. То, что это именно так, не вызывает сомнения у мудрых. Но те невежи, считающие, что судьбе невозможно противиться, приходят только к разрушению. Только собственными усилиями оба мира приводятся в движение, и вчерашние неправильные действия очищаются верными действиями в настоящем. Настоящее, результат и прошлого, и настоящего, и прилагающий усилия, достигает своей цели так же просто, как видится плод на открытой ладони. Невежи, не видя очевидное, заблуждаются в своих понятиях о судьбе. Откажись от веры в несуществующую судьбу, сотворенную воображением, и в которой совсем нет причин и следствий, и надейся только на собственные чистые усилия. Когда ты следуешь писаниям, добродетелям и местным обычаям, это прорастает в сердце и приносит замечательные и многочисленные плоды для ума и всего тела, запуская их в действие. И это и называется человеческими усилиями. По размышлении становится понятно, что собственные усилия всегда приводят к цели, и это то, что делает человека действительно человеком. К высочайшему результату приводит служение истине, писаниям, мудрецам, ученым и всему человечеству. Поразмыслив о судьбе и усилиях и постоянно прилагая усилия, человек достигает высочайшего, служа мудрым людям. Лучшим лекарством от болезни постоянных рождений являются собственные усилия, приводящие к высочайшему истинному спокойствию. Прими это лекарство по совету мудрых и служением им достигни умиротворения. Васиштха сказал, «Со здоровым телом и спокойным умом человек должен стремиться к самоосознанию, чтобы не рождаться здесь снова. Тот, кто желает собственными усилиями победить судьбу, достигает всего желаемого и в этом, и в следующем мирах. Тот, кто отвергает эти рассуждения и продолжает полагаться на судьбу и везение, тот враг сам себе и сам разрушает собственные добродетели, желания и надежды». Собственные усилия, приводящие к достижению цели, бывают нескольких видов. Это энергия своего сознания, умные решения и физические действия. Желания ума приводят к появлению энергии, которая приводит в действие тела, и в результате чего достигается желаемое. Даже ребенку с раннего возраста понятно, что все в этом мире, так или иначе, достигается человеческими действиями, а не судьбой. Только собственными усилиями Брехаспати стал учителем богов, и Шукра стал учителем царя демонов тоже только собственными усилиями. Только собственными усилиями, о Садху, лучшие из людей поднялись из страданий, бедности и несчастий до уровня самого бога Индры. А другие, великие мира сего, со всем своим богатством, наслаждениями и разнообразными удовольствиями из-за своих собственных неверных действий стали посетителями ада. Из бесчисленных циклов богатства и бедности и самых разнообразных жизненных ситуаций живые существа достигают освобождения только своими собственными усилиями. Личные усилия имеют тройственную основу. Это знание Писаний, наставление Учителя и, собственно, личные усилия. Божественное провидение здесь не фигурирует. Желающий спасения должен постоянными упражнениями превратить нечистый ум в чистый. И в этом суть всех Писаний. Святые подчеркивают, «С постоянством практикуй возвышенное, истинное и осмысленное, то, что не подвержено смерти и разрушению». Результаты моих стараний будут соразмерны интенсивности собственных усилий. Только с помощью собственных усилий я наслаждаюсь плодами, и никакая судьба не может это изменить. Только собственными усилиями достигаются цели. Только собственными усилиями человек становится мудрым. Судьба – это утешение в печали для несчастных и слабых умом. Результаты собственных усилий очевидны в этом мире. В дальнюю страну попадает только тот, кто идет. Только тот, кто ест, удовлетворит свой голод. Только ищущий оселит дорогу. Только говорящий скажет речь. Усилия создают человека. Только собственными усилиями умные люди выходили из самых трудных и опасных ситуаций, в отличие от бессильных фаталистов, покоряющихся судьбе. Результаты всегда соответствуют затраченным усилиям. Без усилий нет результатов. Чего можно достичь, не делая ничего? Чистыми усилиями достигаются чистые результаты. результаты плохих действий будут плохими. Подумав над этим, о Рама, поступай, как считаешь нужным. Действия человека приводят к результатам в соответствии с временем, местом и затраченными усилиями. Это происходит скоро или совсем не скоро. И это то, что называют судьбой. Никто не видел судьбы ни здесь, ни в другом мире. То, что называется судьбой, это плоды собственных действий, наслаждаться которыми мы будем в раю. Человек рождается, растет и стареет в этом мире вновь и вновь. А у судьбы нет ни детства, ни юности, ни старости. Мудрые понимают под усилиями целенаправленное интенсивное сосредоточение на исполнении действия, приводящее к цели. Все достигается только таким образом. Человек попадает из одного места в другое, собственными усилиями передвигая ноги и держа что-то в руках. Это его собственные усилия, а не его судьба. Бесцельные и нецеленаправленные усилия — это характеристика беспокойного ума, и такие усилия ни к чему не приводят. Понимающие люди содействуют собственному спасению, изучением истинных писаний, находясь в обществе мудрых и энергичными усилиями в соответствии с Дхармой. Знай, что высочайшая цель, безграничное блаженство спокойствия, достигается усилиями и следованием писанием и мудрецам. Следование писанием возвышает ум, и возвышенный ум еще больше желает следовать писаниям, так как они способствуют своему взаимному росту, подобно тому, как лотос и его отражение в пруду украшают друг друга. С детства постоянно будь в обществе мудрых и следуй писаниям. Так правильными усилиями достигается избранная цель. Вишну победил демонов, установил и поддерживает разные миры только своими собственными усилиями, а не судьбой. О, лучший изракху! В этом мире все достигается действиями. Делай усилия, не уподобляйся сытому ленивому удаву, возлежащему в ветвях дерева. Васиштха сказал, «У судьбы нет ни формы, ни могущества, ни энергии и ни последствий. Что такое судьба Орама как незаблуждение? Получение результатов собственных действий и неверный вывод, что это так случилось, это то, что известно под словом «судьба». Поэтому глупцы уверены в существовании судьбы, в своем невежестве, принимая веревку за змею. Вчерашние неправильные дела исправляются делами сегодня, поэтому своими усилиями действуй верно прямо сейчас. Глупцы, верящие в судьбу и убежденные, что мне не суждено сгореть, с легкостью лезут в огонь. Если судьба ответственна за все, к чему тогда человеку вообще делать что-либо? Пусть судьба делает омовение, сидит в медитации, раздает милостыню и разговаривает. Если бы судьба предопределяла все, увы, человек был бы нем, ни к чему были бы писания и наставления. Разве можно было бы кого-нибудь чему-нибудь научить? В этом мире все действуют кроме трупов, и эта активность приводит к соответствующим результатам. Понятие судьба не имеет смысла. Никто никогда не видел судьбу и не ощущал ее воздействия в делах. Руки действуют вместе для одной цели. Если нет умелых рук, не поможет никакая судьба. Судьба, в отличие от ума или интеллекта, никак не ощущается ни простым пастухом, ни ученым. Воистину, судьбы не существует. Если ум придает им разные значения, в чем тогда разница между действиями и судьбой? Если разница только в названиях, почему бы не называть это человеческими усилиями? Бесформенное не взаимодействует с имеющим форму, а имеющее форму становится видимым. Судьбу же никто не видел и не знает. Если судьба ответственна за все в трех мирах, тогда пусть все существа спокойно отойдут от дел, судьба сделает за них все. Люди используют выражение «судьба толкает меня на что-то» только для самоуспокоения, потому что это неверно. Глупец, слепо верящий в судьбу, бессмысленно пропадает, а умный человек своими собственными усилиями поднимается до высочайших вершин. Скажи мне, кто из героев, могучих воинов, мудрых и ученых этого мира полагается на судьбу? Тот, кому астрологи предсказали долгую жизнь, сможет ли он долго жить, если ему отрубят голову? Воистину, это действительно была бы судьба. Если астролог предсказывает, что молодой человек станет великим ученым, станет ли он ученым без образования и чтения книг? О, Рама, мудрый Вишвамитра, отбросив понятие судьбы, достиг состояния Брахмана только своими собственными усилиями и никак иначе. Все мы тут, о, Рама, достигли мудрости и способности путешествия в пространстве только своими собственными долгими усилиями. Могучие демоны только собственными усилиями стали правителями всех трех миров, победив полубогов в битве. И затем полубоги победили демонов, разбив их силы собственной мощью, только благодаря собственным усилиям. О, Рама, только с применением усилий можно хранить воду в плетеном кувшине. Судьба здесь ни при чем, мой сын. чтобы удержать, дать, взять, для любого движения и занятия, для всего на земле необходимы усилия, а не судьба. О, Рама, откажись от понятия несуществующей судьбы порождения ошибочных представлений, в которой нет причин и следствий, и обратись вместо этого к очищающим действиям. Рама спросил, о, мудрый, знающий истину и достигший высочайшего спокойствия, молю, расскажи мне, расскажи мне, о, Брахман, что люди в этом мире называют судьбой. Васиштха ответил, только собственными усилиями и ничем иным о Ракхава делаются дела и достигаются результаты трудов. Судьба здесь ни при чем. Судьба это нечто воображаемое, которое ничего не может делать, не может наслаждаться или знать. Ее никто не видит и никак не ощущает. Под судьбой люди подразумевают плоды собственных усилий, ощущаемые человеком как хорошие или плохие. Получение желательных или нежелательных результатов, зависящих всегда от усилий, и их желательная или нежелательная суть, также называется судьбой. То, что зависит только от усилий и практики в этом полном активности мире, также часто обозначается словом судьба. Оракхава воистину судьба подобна пустому пространству, она не способна что-либо творить или не творить. Результат усилий, хороший или плохой, тоже называют судьбой, восклицая, такова судьба. Мое твердое убеждение, что то, что называется судьбой, просто результат собственных действий. Получая желательные или нежелательные результаты, человек утешается, такова судьба. Это и подразумевается под словом судьба. Рама спросил, об Хагаван, познавший всю ты говоришь, что судьба это результат прошлых действий. Не противоречишь ли ты сам себе? Васиштха ответил, о, мудрый Рахава, слушай внимательно, что я тебе скажу, и ты узнаешь и успокоишься в понимании, что нет никакой судьбы. В уме человека существуют многочисленные прошлые привычки, тенденции или васаны. Эти привычки ума являются причиной действий. Любое существо, имеющее васаны, о, рама, сразу становится деятелем и действует соответственно. По-другому действия вообще не возникают. Желающий попасть в деревню идет в деревню, желающий попасть в город идет в город. Каковы тенденции ума, таковы и действия. Сильные желания и стремления, руководившие нашими действиями в прошлом, и есть то, что называется судьбой. Дело обстоит так. Действие не отличается от наиболее сильной из прошлых васан или тенденций. А эти тенденции не отличаются от ума, а человек и есть свой ум. Судьбой или божественным вмешательством называют действия, а действия о садху это ум, а ум это сам человек. Определенно, здесь нигде нет вмешательства свыше. Ум человека и есть человек, к чему он стремится, то он и делает, и получает соответствующие результаты. В этом и состоит его судьба. Невозможно определить наверняка такие понятия, как ум, его тенденции, действия и судьба о рама. И поэтому мудрые люди ссылаются на них чисто символически. На чем человек сосредоточен, к чему он больше всего стремится, о рама, такой результат он и получает рано или поздно. Все достигается только своими собственными действиями и никак иначе, о лучший из ракху. Пусть это приведет тебя к успеху. Рама сказал, о муни, сети прошлых васан крепко держат меня в страданиях. Что мне делать? Васиштха ответил, во истину, о рама, ты достигнешь успеха только постоянными настойчивыми усилиями и ничем иным. О рама, прошлые тенденции или васаны бывают двух видов, чистые и нечистые. Поток чистых тенденций приведет тебя со временем к высочайшему безграничному состоянию. Нечистые прошлые тенденции ведут к разным бедам и проблемам. Победи их, великий, приложив достаточные усилия. По истину ты не инертное тело, а понимающее сознательное существо. К чему тебе быть под контролем другого сознания? Если бы другое сознание контролировало твое, то кто бы контролировал его, и кто контролировал этого контролера, и так далее? Это не истина, а бесконечная регрессия. Река Васан несет чистые и нечистые потоки. Приложи все усилия, чтобы держаться чистого потока. Собственными усилиями обрати нечистые стремления своего ума в чистые, о сильнейший. Отвлекаясь от нечистых помыслов, ум человека становится чище, и наоборот, отвлекаясь от чистого, он сам становится нечистым. Приложи усилия, чтобы отвлечь его как ребенка от нечистых стремлений. Постепенно, шаг за шагом, не торопясь, постоянными усилиями, приучай ум к чистым стремлениям. поток прошлых тенденций, хороших и плохих, становится привычкой. Из этих тенденций поддерживай только хорошие. Хорошие стремления — результат прошлых практик. Знай, Орама, что, практикуя это снова и снова, ты усиливаешь эти стремления. О безгрешной, постоянными практиками тенденции усиливаются прямо сейчас, поэтому поддерживай только чистые стремления. Если прошлые нечистые тенденции не поддерживать постоянными практиками, они не будут расти, и это тоже хорошо, мой сын. Даже при сильном соблазне и сомнении стремись поддерживать чистые тенденции, ибо хорошее никогда не приведет к ошибке. В этом мире то, что постоянно практикуется, то и достигается, поэтому с детства поддерживай стремление к мудрости, и она будет без сомнения достигнута. Чистые стремления укрепляются с помощью лучших усилий и победы над чувствами. Пока не достигнуто состояние высочайшей мудрости, великий, продолжай следовать учениям гуру и писаний. Потом, оставив дурные стремления и познав истину, следует отказаться даже от потока чистых желаний. С чистым умом стремись и служи высочайшей и наилучшей цели, истине, свободной от страданий и отбрось все остальное по садху. Васиштха сказал, «Мировой порядок, называемый судьбой, основан на истинном принципе Брахмане. Это основа всего и всех сильного и слабого правителя и подчиненного. Поэтому для собственной пользы сделай усилия и направь все свое внимание на мои слова. Желания порождают разрушительные стремления органов чувств. Удержи их собственными усилиями и заставь их успокоиться. Я полностью раскрою для тебя сущность учения, ведущего к освобождению, венчающему плоды всех человеческих усилий, высочайшему достижению и в этом и в других мирах. удачусь. Удачусь.